илья день добрый андрей приветствую у нас туда дожди скоро будут уже так нахмурилась пока солнце чуть-чуть только затянулась тучами на бандовом рынке но но уже как бы темнеет темнеет перед штормом да небольшое объявление для тех кто меня смотрит впервые не все знают что у меня кроме youtube канала я вы знаете что у меня канал с 2009 года работает и с октября то есть скоро будет как раз вот праздник в октябре очень давно работает у меня есть еще платный канал где выступают не клоуны а отдельные люди например роман ермаков илья винокоров ссылочка есть в описании он конечно платный да но есть врач свое жизненное время ребят вы же понимаете оно тоже кое-что стоит и кроме того не только я там работаю но и другие люди другой человек из инвестбанка одного не будем называть какого илья есть предложение поговорить про макроэкономику потому что эта тема сейчас очень популярная и говорят вот набиульну на мыло или набиульна не виновата она заложница там такая история вот для скажем так для бандовиков аналитиков все равно я я слышал огромное количество истории про про макроэкономику поговорить про него конечно можно но собственно говоря угадать предугадать и запрогнозировать пока никому точно не удавалось поговорить поговорить да я лично в своей работе с бандами строю всю свою стратегию на понимание бизнеса на не то что микро уровни а наверное на на уровне отдельной компании то есть как там грузчик дяди васи передает коробки через окошко на склад то есть вот понимание этого процесса зачастую для меня важнее чем там горизонты и счет текущих операций нашей страны понятно но я тут не могу ничего сказать а вот еще раньше он через забор в советское время этот грузчик передавал ящики если вспомнить который крокодила а все-таки давайте поговорим о ситуации на денежном рынке вы как частный инвестор все-таки зависимы от этой ситуации ну собственно говоря на денежном рынке ситуация очевидная что касается индекса rgbi на который мы смотрим в первую очередь все бандовики он продолжает продолжает свое снижение ну и собственно говоря это давит на все остальные истории на корпоративные бумаги и вот начало уже давить и на высокодоходные бумаги подключились к этой истории но с моей точки зрения и знаю и изначально считал что в принципе вполне возможно что у нас будет такая инверсионная история то есть бояться то надо не не падение на дальнем конце кривой не падение длинных бумаг а вот как раз переоценки именно коротких историй она сейчас очень активно происходит вот я небольшой фанат офезе и смотрю только за бенчмарками я вижу уже как однолетние 10-месячные бумаги преодолевают барьер 11 процентов по доходности и вот это собственно говоря я думаю что возможно еще не предел то есть если мы увидим какое-то повышение ставки и какой-то такой ястребина орлиная сентимент о том что мы будем ее держать банк россии будет держать ее довольно долго думаю что мы можем получить довольно таки высокие ставки на короткие тогда будет тогда будет не сладко ну и манимаркет то есть денежный рынок да тоже соответственно как бы видно ставка русфар как она как она в принципе скорректировалась точнее выросла довольно таки таких интересных значений там один с половиной по-моему будет все это будет все это дело дальше давить на будет все это дело дальше давить на на рынок ну собственно говоря что что интересно эта картина очень похожа на историю которая в сша происходит и она собственно говоря вот является если не калькой то таким отражением в зеркале с моей точки зрения то есть там примерно похожие картин происходили то есть там сейчас целом произошла сильная переоценка именно коротких бумаг это очень сильно очень сильно подавило и как бы и фонды денежного рынка уже там не первый месяц является королями вообще рынка какого чего не было никогда то есть все весь рынок переходит в манимаркет в денежный рынок то есть в принципе я думаю что и у нас наверное я говорю слежу за фондом втб ликвидности видно как желающие набивают до огромных огромных количеств потому что ну там условно говоря 11 условно там без рисковая доходность но это само по себе не неплохо можно посидеть и ждать выгодных предложений каких-то кто умеет лучше умеет в репо с центральным контрагентом это тоже более интересная история но далеко не все брокеры далеко не для всех так инвесторов физиков эта история доступна вчера заботкин сказал что к сожалению дорогие друзья мы в общем инфляция идет по верхней границе диапазона 6 половиной как вы считаете удастся ли цб подавить инфляцию и выйти на целевой показатель 4 процента ну я думаю что это такая история про старый советский анекдот то есть у нас инфляция 4 процента на горизонте если разобрать что такое горизонт то это воображаемая линия которая удаляется при приближении к нему то есть соответственно я думаю что 4 процента на горизонте это наверное верное верное явление она удаляется при приближении к этому таргетов понятно то есть суммируем первую часть наши те кто у кого железные ну не знаю что-то же желез железные мускулы тем могут продолжать это держать облигации куплены по 11 и скорее всего жата будет обильный ну а что плохого в том в том что человек купил как бы бумаги он в принципе если он разумные разумные как бы инвестора не планировал не планировал какую-то спекулятивную стратегию ну значит он планировал получать определенный доход ну собственно говоря он если он все сделал правильно эта бумага надежная то он и будет его получать в дальнейшем то есть он не получит какую-то альфу то есть он не сможет купить более выгодной бумаги не сможет не сможет получать абсайды как он делал это раньше ну соответственно но если его стратегия была получать 11 процентов почему нет понятно много людей спрашивают меня они смотрят каналы которые сказать не очень сбалансированы они выжимают эмоции готова зачем вы покупаете облигации сейчас гиперинфляция начнется вот доллар по 200 вы чё идиоты ну на тему доллар по 200 такая скажем так известная история вообще в скажем так в сфере бондовиков кто оперирует рублевыми бумагами про доллар по 200 разговаривает только один инго страх пожалуй то есть у меня там 200 последняя история вам 250 ну как бы если доллар по 200 ну тогда как бы вопрос что делает в этом варианте банк россии мы видим насколько интенсивно начинается защита от уровня 100 как бы если защита если защита будет пробита она возможна и вероятно будет пробита посмотрим что что будет делать дальше потому что сейчас вся история идет попытка попытка лечить проблему проблему валютного рынка ставкой и такими словесными интервенциями то есть в принципе цв дубину контроля за движением капитала не достает то ли оставляет ее напоследок потому что в принципе наверное правильно делать что оставляет ее напоследок а вдруг как бы эта история и не сработает что собственно говоря тоже обсуждалось то есть а если она если она не сработает то ситуация может действительно выйти из под контролем поэтому может быть это и логичная ситуация когда банк россии оставляют эту эту вещь на напоследок то есть последнее такое ядерное оружие а вот и пока будет стараться по возможности сделать тем что может быть может быть эта история со ставкой она совсем и не помогает в этом направлении но выглядит так что выглядит так как будто банк россии не своя не с инфляцией борется с валютным валютным курсом издалека по крайней мере потому что ну резонный вопрос у публики это вызывает почему при инфляции 5 точнее накопленной инфляции там 4 процента 5 6 годовых вдруг вырубается такие методы методы регулирования понятно что можно говорить да мы ожидаем там всплеска мы ожидаем переноса валютной валютной истории в инфляцию но вообще как бы выглядит так что в если убрать все эти вот истории заступки то выглядит так что боремся с курсом методом подъема ставки что в принципе очевидно и не помогает это делать у меня такой вопрос возникает у меня такой вопрос возникает зачем нужно внеочередное заседание цб если все под контролем ну собственно говоря пока пока ситуация под контролем относительно то есть пока мы видим что уровень 100 100 удерживается хотя сколько таких уровней было там и 50 и 70 и 80 и 90 в разные годы они были ну в целом пока пока ситуация с моей точки зрения не не критическая то есть если посмотреть цену барреля если посмотреть цену нефти то есть в целом бюджет нас должен быть счастлив даже если учитывать все истории конспирологические которые сейчас достали там и рупи и чего только-только только нет то есть пока в целом все все относительно неплохо звонил я недельку назад макроэкономисту псб банка дениса попова он говорит по его расчетам 95 100 в следующий год везде год вас удивит такой сценарий 95 100 весь год не знаю мне тут коллеги недавно прислали обсуждали курс год назад примерно плюс-минус я написал что ну наверное доллар будет где-то широком диапазоне от 65 до 95 я думаю что наверное такой прогноз и дамы дальше наверное будет широком диапазоне от 70 до 100 где он там будет на следующий год по большому счету неважно куда он пойдет вверх вниз для для бандов это не то что него не важная история но не первостепенность ставка и денежный рынок все-таки куда более важные следующем году компоненты да тут мы не знаем что через месяц будет все 70 100 вы говорите вас не удивит на первый квартал следующего года или до конца года вообще в целом меня это не удивит я потому что давно видел всякие истории то есть мы видели видели в шестнадцатом году курс там 80 с лишним под 90 в январе и видели и в мае пятнадцатого года меньше 50 рублей в прошлом году видели 50 рублей с копейками ну просто есть широкий диапазон в котором валюта может ходить и поэтому скажем так огульно говорить о том что нас ждет вот постепенное такое вот ослабление 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 опять-таки я бы я бы не стал только в одном направлении мыслить что курс валюты он всегда растет я просто на более длинном скажем так отрезки времени говорю понятно что на длинных отрезках ослабление оно очевидно но эти цифры они могут быть очень сильно очень сильно растянуты очень сильно растянуты во времени по большому счету с 14 года с конца 14 года рубль находится в довольно таки широком широком диапазоне там 50-100 рублей и как бы ничего нового ничего экстраординарного я лично вот для себя за эти там семь лет сколько там у нас девять уже девять уже лет практически ничего не мы не видим но может быть 70 может быть 90 может быть 100 вот с вылетами и в ту и в другую сторону но пока из этого диапазона по большому счету который был задан еще в декабре 14 года по большому счету не сильно не сильно вылетает то есть поэтому рисовать графики на 250 ну можно это кликбейт это хайп как бы но я покрою я по крайней мере ничего такого не вижу но я же эмоции не не выдавливаю из людей я поэтому обойти вас спрашиваю не удивит вас не в следующем году или в этом году семьи сто да не не удивит собственно говоря ни в каком вот если начнет активно развиваться сценарий которые нам нарисовал инго страх поход 150 а потом 200 вот тут да реально удивить то есть если если действительно произойдет выход из уровней там то есть когда мы проедем 110 120 так же как мы ехали от 60 60 рублей каждый месяц последние 8 месяцев вот если мы в таком духе поедем на 150 вот тогда как бы да удивит но эта история в принципе ее люди очень быстро считают очень многие физики они же несли сдавать деньги вот на всех на всех скачках то есть до 100 рублей физик стала физик физик стал ученых последних вот такие вот прям не ученых физиков я видел год назад которые несли сумками сдавали доллар по 55 рублей не знаю что их там заставило это сделал но да были такие вот но вообще как бы нормальный прошаренный физик наш он на скачках несет валюту сдавать в большинстве своем и как бы отчеты цб это говорят то есть сейчас физик не побежал за не побежал за долларом не выстраивается в очереди в обменнике с моей точки зрения это связано с тем что психологический диапазон он для физика не не пробит вот когда когда он будет пробит и поедет выше вот тогда начнется действительно веселая песня своей точки зрения пока пока до нее не дошло и пока цб справляется с защиты защиты по курсу которую не таргетирует а может быть наш физик закредитован от и до ему не на что бежать за валюты честно говоря опять-таки исходя из статистики банка россии по квалифицированным инвесторам очень сильно очень сильно сомневаюсь то есть может быть какой-то рядовой физикой из-за кредита он но вот большие большие батальоны я думаю там все у них в этом плане в порядке так ну чтобы нас не обвиняли в хайпожорстве переходим к фсд вот вы сейчас сказали это вот типа не самая моя любимая тема ну в таком духе не самая для меня актуальна тема фазы а почему а потому что потому что я вот никогда не не торгую фазы и не не считаю что я могу высказывать какое-то экспертное мнение есть огромное количество аналитиков финансистов на больших должностях на зарплатах которые занимаются макроэкономикой макроаналитикой аналитикой аналитикой вот как раз ставок спредов и так далее то есть вот вот моя моя история моя история как специалиста по рынку это вот проблемы и жизнь отдельной компании в ее среде в ее в ее в ее аквариуме или ее там бассейне где она там плавает рядом она маленькая гупи рядом большие крупные рыбы плавают щелкают там своими челюстями вот а вот как по понимание понимаем понимание как вообще биосфера устроена мне для этой истории совершенно не нужно конечно понятно что если там шторм в океане начнется да но мы его и так увидим шторм если он начнется а предсказывать шторму это дело неблагодарное а вот и в общем пусть люди грамотные которые деньги за это получают и этим занимаются а я буду заниматься тем чем занимался именно анализом микро ситуации в каждой конкретной компании или отрасли зато я буду знать ее лучше я уверен что вряд ли кто-то будет знать эту отрасль или компания лучше чем я так вот так вот илья владимирович вы после раз мы когда вы писали я писал вам вы были в отпуске говорили я спускаюсь по реке и в каждом населенном плату что ли населенном пункте у меня встреча с реальным сектором предприятием и когда я спущусь по этой реке я точно буду узнать как живет реальный сектор я правильно вас понял абсолютно абсолютно да и как бы еще после 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 отпуска еще слетал в екатеринбург к нескольким имитентам причем имитенты у меня такие из серии хороший плохой злой то есть хорошие это вот перспективная наукоемкая компания плохой это прям такой классический классический дефолтник и зло это молодая компания которая хочет вырасти на облигационных деньгах хочет выйти на рынок а вот то есть весь спектр так сказать видов типов имитентов я понаблюдал в живой природе поскольку мы сейчас живем в условиях психологической войны не секрет то есть каналы которые все все разрушено все сейчас вот реальная экономика стоит а где правда вот где правда ну с моей точки зрения с моей точки зрения правда эта она в том что люди работают я езжу и вижу что Я же вижу, что люди работают, и там, где работают, там, где работа идет, то есть она, собственно говоря, активно себя проявляет. То есть вот в целом ощущение кипучей деятельности и наличия результатов, оно вот меня не оставляет. То есть кому из имитентов я не приеду, с кем не общаюсь, у всех рост вал заказов и вообще все активно, как бы в этом плане у тех имитентов, у которых все хорошо, у них все и, собственно говоря, становится еще лучше в плане жизнедеятельности, в плане ситуации с бизнесом. Даже у многих, у кого было, кто там не мог болезнь переключения на рост преодолеть, у этих компаний даже начался, наконец-то там, вот те, кого уже первый год, второй, третий, четвертый говорили, ну когда же у вас начнется рост заказов, когда у вас начнется рост выручки. Вот даже у этих товарищей начинается рост, но я считаю, что, возможно, эта история нерепрезентативна по причине того, что наши имитенты, они то, что французы говорят, крем де ля крем, то есть это сливки, самые сливки из всего рынка. То есть они первые вышли на рынок ВДО, они самые продвинутые, они самые, возможно, умные люди, которые пришли за этими деньгами. То, что они умные, сомневаться в этом нельзя, потому что компании, которые сейчас занимают, точнее, которые занимают очень многие компании, даже крупные, как бы высоких грейдов, они занимали очень много по плавающим ставкам. Соответственно, когда у тебя ставка ключ плюс 2, 3, 5 процентов, то получается так, что те умные компании ВДО, которые заняли под 15, 14, 16 процентов, которым все говорили у виска, да как, можно только на торговле наркотиками и оружием отработать такую стоимость взаимности. То есть сейчас ставка 14, 15, 16, это реальность для крупных эмитентов А и выше грейда. То есть это для них реальная ставка. И получается, что ВДО, которые занимали этим летом под 14,5-15 процентов, они как бы имеют преимущество даже определенное, потому что их ставка зафиксирована на длительные сроки, на 3-5 лет для финансового планирования. Это, с моей точки зрения, это замечательно. То есть если тебе нужны деньги на развитие, на исполнение инвест-программ, то тебе не надо угадывать, какая будет ставка и сколько ты будешь платить для своей стоимости фондирования. Заложил, занял деньги, заложил эту финансовую модель, все, у тебя эта ставка, ты с ней будешь жить до погашения этого выпуска. Она, понятно, не накладывает на тебя дополнительный процентный риск. Хорошо это? Я считаю, что очень хорошо. Такая же обязательная часть финансовой гигиены, как хеджирование валютных рисков для импортеров, например. Вот это, в принципе, такая же история. Кто эту историю первым прошел, тот и молодец. А так как мы видим, что желающих очень много в ВДО, то есть не в ВДО тоже, огромное количество желающих занятий выйти на рынок, то им просто не повезло, они не успели. Вы входите в совет ассоциации владельцев облигаций, и мне кажется, что вот вы правы насчет сливок. Потому что когда я общался с Константином Текместеренко из Ива Партнерс, он мне как сказал, что мы берем не то каждого сотого, не то каждого пятьдесятого заемщика, который к нам приходит в работу. Так что предварительный отбор есть, а мы смотрим только на сливки. Да, это вот очень сильно проявляется в разговорах по сельхозэмитентам, когда начинаешь вот в кулуарах говорить, например, с банками про сельхозсектор, они говорят, сельхозсектор, это кошмар, это ужас, это чудовищно, там этот колхоз Ветки Завета Ильича, 200 лет без урожая. То есть нет, это мы не будем, это вечные должники, реструктуризация на реструктуризацию. У нас же наоборот физик обожает имитентов сельскохозяйственного сектора, потому что земля это надежно, покупаете землю, ее больше не выпускают. Сельскохозяйственные имитенты всегда выходят с составкой ниже, чем обычные имитенты и очень часто растут в доходности лучше, чем имитенты другие. То есть вот разница восприятия. И когда мы пытались докопаться до чего, когда мы называем, а какие, окей, какие ваши имитенты, мы говорим, ну вот это, вот это, вот это. Он говорит, да вы что, такие имитенты, оказывается, бывают шикарные. То есть это, с моей точки зрения, признак лучших из лучших. То есть там выходит на облигационный рынок реально лучше из лучших в сельскохозяйственном секторе, да и в других секторах. Совхоз Ветский заезд Ильича не выходит на облигационный рынок. Да, согласен. Но есть еще такая тема, как харизма. Харизма, допустим, владельца компании по производству сыров. Тоже надо добавить определенный, так сказать, пиар, харизм тоже определенный надо добавить. Бонус. Это обязательно. Вообще, IR и умение общаться со своими инвесторами, это вот краеугольный камень успешных размещений, особенно в ВДО. И, в принципе, для меня гораздо более привлекательно. Мне говорят, да ты что, как так? Вот мы идем прямой дорогой в повышение ставок, в кризисы. Как ты держишь вот этих вот ужасных эмитентов с рейтингом B и как бы Double B? Это же просто невозможно. Вот купил лучше рейтинговую кампанию, там все уже аналитики все посмотрели. Рейтинговое агентство написало, аудитор все утвердил, все аудиторское заключение, все замечательно. Вот мы видим KSM-видео, пожалуйста. То есть, как бы, вот эмитент по рейтингу и раз, и там минус 20% по телу с бумаги. Не все инвесторы, могу сказать, скажем так, переживают спокойно эту историю, как бы, для своих инвестиций. То есть, для многих это неприятный сюрприз. И в целом, в целом, такое поведение облигаций, это, ну, нормально, это рынок. То есть, ну, то есть, свое обучение, что бумага может упасть и упасть сильно, там, на 10, 20, 30, 50% я прошел, прошел довольно давно, и я отдаюсь и в этом отчет, что, ну, да, может, может. Это, ну, реальность, реальность рынка. А вот M-видео, это не ваша ассоциация написала в рейтинговое агентство прошение, чтобы пересмотрели рейтинг? Это не прошение в каком-то таком смысле, что, ребята, давайте казним M-видео, они плохие. Нет, это как раз история о том, чтобы рейтинговое агентство не запаздывало, точнее, вопрос такой, запаздывает ли рейтинговое агентство с выводами по амитенту. У ряда рейтинговых агентств по M-видео прошло снижение рейтингов в весну этого года, в марте, перед выпуском. Но снижение было такое, ну, там, до A+, до A или A-, то есть, соответственно, как бы, ну, то есть, все равно, все равно за масштаб бизнеса эмитенту был снижен рейтинг, да, понятно, но все равно этот эмитент оставался в высшей лиге. И мы ставим вопрос, если бумаги эмитента, условно говоря, рынок реагирует, падают бумаги до 80% номинала, это еще A, это первый момент. И второй момент, то, что в рейтинговых отчетах черным по белому было написано, что рейтинговое агентство ожидает улучшения ситуации в компании по результатам первого полугодия. Мы видим отчетность за первое полугодие, улучшения ситуации не происходит. Ну, тогда надо что-то делать, либо выходить со стейтментом, почему агентство считает, что рейтинговые действия не нужно проводить, либо что-то с рейтингом делать. Вот на эту тему мы и, собственно говоря, написали. То есть это не прошение что-то такое сделать, а именно, скажем так, узнать, необходима ли реакция на выпущенную отчетность, и соответствует ли она ожиданиям агентства от того, что эмитент обещал перед предыдущей отчетностью. Если это была плановая ситуация и вот так, скажем так, и было задумано, ну окей, как бы никаких проблем. То есть если такой риск предусматривался. Если этот риск не предусматривался, ну, соответственно, как бы вот мы этот вопрос и задаем, нужно ли что-то делать или нет. Потому что инвесторы очень часто ориентируются на рейтинг, и их это, скажем так, может шокировать, потому что ситуация с падающими ангелами, ну, такой, скажем так, ситуации роста процентных ставок, но она может развиться до довольно-таки серьезных масштабов, потому что мы помним истории 15-16-го года, те же там Мечел, UTR, многие другие рестракты, и не все они хорошо, собственно говоря, закончились, а многие закончились, точнее продолжались очень нервно, и как бы не все с хорошим концом, с хорошим концом было абсолютное меньшинство. И, скажем так, вопрос-то, не стоит ли рейтинговому агентству играть на упреждение, дабы, скажем так, оградить инвестора от принятия дополнительного риска на себя. Потому что вот что касается рейтингов B, то есть, ну, это нормальная история. Если агентство увидит малейший риск в эмитенте с рейтингом, там, дабл B, ну, окей, не проблема, с ним снижается ему рейтинг на одну или несколько ступеней. А с эмитента с рейтингом B, ну, какой из него спрос? Есть матрица дефолтов, у него вмененная дефолтность 22%, то есть, каждый, там, пятый эмитент с таким рейтингом не выживает. Ну, как бы, какой спрос с агентства? А вот вопрос, если вдруг что-то случится с эмитентом рейтинга A, то с нашей точки зрения реагирование там должно быть гораздо более оперативным, причем, возможно, и нереагирование тоже. То есть, результат такой, что если агентство выступит и скажет, что мы подтверждаем рейтинг и считаем, что он не нуждается в рейтинговых действиях, потому что указанная, выпущенная отчетность соответствует нашим ожиданиям при предыдущих рейтинговых действиях, никаких проблем. Это дает огромный ориентир для инвесторов, и, как бы, возможно, и рынок неправ, такое тоже бывает. Спасибо большое, Илья, за интересное интервью. Спасибо. Все? Да, спасибо. Да, мы полчаса уложились, мне кажется, это самый концентрат. Чтобы нас потом не ругали, что мы как-то вот так вот мыслю по Дрееву. Нет, полчаса это оптимально, мне так кажется. Да, спасибо. Спасибо.